Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Вячеслав Домбровский, депутат Сейма у нас сегодня в студии. Может быть, начнем действительно с такого, наверное, главного события сегодняшнего, неочередного пленароза заседания. Это проект бюджета на следующий год. Вот в целом, как вы его оцениваете, и как депутат, и как экономист, может быть, даже и как человек с таким академическим опытом? Да. Добрый вечер. Я пытаюсь каждому бюджету как-то обозначить его максимально емко, что он олицетворяет. Например, прошлый бюджет прошлого года, мы между собой называли таком бюджет китка избирателей, то есть было когда такое весьма явного невыполнения ни законов, ни своих предвыборных обещаний, то бюджет этого года я бы назвал бюджетом отчаяния. Почему бюджетом отчаяния? Потому что, то есть так, посмотрим на то, что он говорит о стиле руководства страной, то всадник он как? Он может быть или на коне, то есть руководитель контролировать ситуацию, куда скачет лошадь, ну или он под конем. То есть это бюджет такой очень ярко выраженный, где совершенно очевидно, что всадник находится под конем и его лошадь куда-то тянет за собой. То есть что мы видим? Основные вещи это то, что этот бюджет был сфокусирован на главный приоритет, то есть основной стыд, чем стыдили правительство, оппозиция и все общество в прошлом году, о том, что был принят закон о повышении зарплат медикам, как помним, на 30%, который этот закон, который сама же правящая коалиция, все единогласно и весь своим приняли, он не был выполнен. То есть правительство для этого не выделило просто деньги. То есть мы помним, что это был большой шум, то есть правительство было очень сильно стыдили налево и направо. И вот один из основных приоритетов целей бюджета этого года было все-таки найти эти деньги для повышения зарплат медикам. Эти деньги нашли, но то, как их нашли и где их нашли, а по сути их нашли просто перетянув одеяло от самоуправления. То есть... Теперь проблема будет у самоуправления. Уже не у медиков, да. То есть много лет есть такая пропорция раздела доходов от подоходного налога 80 на 20. То есть 80% идет самоуправлением, 20% идет правительству. И эта пропорция, ну даже в тяжелую кризис 2008-2009 года, когда внутренний валовой продукт упал на 18% в один год, даже тогда эта пропорция не менялась. То есть сегодня мы видим, что правительство по сути выполнило это свое обещание по повышению зарплат медиков за счет того, что оно поменял эту пропорцию, взяв в себе уже не 20%, а 25% от самоуправлений. И пригрозив самоуправлением, что если они будут, так сказать, слишком громко возражаться по этому поводу, то там мои средства из европейских фондов вообще не получат, не увидят как своих ушей. То есть далее мы видим второе в этом бюджете отчаяние, мы видим, что фактически все основное увеличение расходов в социальной сфере, это где-то в районе 100 миллионов евро, они все в результате решений конституционного суда. Да, без этого никто бы пальцем не пошевелил. То есть у нас получается, что какие-то увеличения расходов в социальной сфере только по принуждению. По принуждению есть решение принуждения конституционного суда, то есть тогда мы начинаем увеличивать и так далее. То есть без этого мы абсолютно не можем этого сделать. Далее мы видим также по тому, где найдены опять же средства для тех же врачей и так далее. Как я, в принципе, и предсказывал, даже почти полгода назад, наверное, то есть где, что несмотря на все эти рабочие группы, анализ налоговых систем и т.д. и т.п., то есть я полгода назад сказал, что деньги будут найдены путем уничтожения режима налогов на микропредприятия и остальное. И это точности то, что правительство сейчас собирается сделать. То есть оно собирается в разы увеличить налоговую нагрузку для тех, кто получает авторские вознаграждения, микропредприятия, занят на микропредприятиях и т.д. Я думаю, что микропредприятиям можем прощаться, потому что требование, чтобы остался, по существу, один человек с увеличением налоговой базы, а если есть наемные работники, то платить надо по полной программе, так как в обычном СИА, то это, в принципе, конец правительство проводит такой крайне примитивный маневр, на который все-таки, к сожалению, те люди, которые особенно смотрят официальные программы латвийского телевидения, покупаются. Но, так сказать, одной рукой говорит, мы снижаем налоговую нагрузку, снижаем социальный налог, то есть снижение социального налога на 1% пункт, то есть с примерно 35, если не ошибаюсь. Причем только 4 года назад тот же социальный налог был увеличен на 1% пункт, то есть 4 года назад увеличили на 1% пункт, в этом году уменьшили на 1% пункт. То есть, по сути, в течение, если возьмем перспективу в 5 лет, стоим на месте. Шаг, сделать был шаг назад, сейчас шаг вперед, мы на снизили налоги на рабочую силу. То есть, эффект для тех, кто получает зарплату, он минимальный, по сути. То есть, для них, так как это снижение на 1%, он еще и разделен между работодателем и работополучателем, то для человека, который получает зарплату, это фактически всего полпроцента от этого социального налога. Но налоговая нагрузка, еще раз, для тех, а мы говорим о десятках тысяч людей, которые работают так или иначе, или владельцы микроподприятий, или работают на микроподприятиях, на самознание и так далее, для них налоговая нагрузка в течение трех лет вырастет в разы. Да, но я так понимаю, что довольно смело правительство увеличило бюджетный дефицит. При этом я так понимаю, что с учетом пандемии, вообще всех глобальных экономических изменений и проблем в Латвии с транзитом и с банковским сектором, можем ожидать еще большего, как бы вот, еще большего жизни в долг, скажем так. Ну, надо сказать, что, может быть, несколько кощунственно это говорить, конечно, да, но с пандемией правительству повезло, скажем так. В том смысле, что если мы посмотрим на все то, что случилось, наверное, с тем же транзитом, да, где транзит – это не только падение грузооборота в половину, и, естественно, падение также и доходов, доходов железной дороги, доходов портов, доходов всей этой транзитной отрасли, но это также значит, что если на железной дороге, если доходы падают ниже определенной отметки, то это значит, что уже государству нужно субсидировать, содержать железную дорогу, потому что у нас именно благодаря транзитной сфере бюджету государству не нужно было содержать железную дорогу содержание то есть большинство стран европы платит субсидии значительные субсидии из бюджета чтобы содержать железную дорогу так тоже не рентабельно и теперь мы становимся тоже из-за вот это вот коллапса транзита и по оценке если транзит весь схлопнется и придется платить из бюджета за железную дорогу это мы говорим примерно ну минимум 120 миллионов евро в год так вот если бы не было пандемии а что случилось за пандемию то что европейская комиссия разрешила брать в долг и создавать бюджет дефицита фактически столько сколько хотите сама включила по моему печатную станок у меня такое ощущение и и не только можно дефицит бюджета и можно и вот вам так сказать гранты на самом деле не совсем гранты европейской вот вам это и вот то есть тут но я смотрю что у многих в правящей коллекции так ну кружится голова скажем тогда там от всего этого количества денег и и видно что многие мне совсем понятно вообще куда эти деньги на самом деле так с умом вкладывать но но никаких сомнений что куда-то вложат что как каким-то образом они эти деньги будут освоены но то что произойдет это то что в течение примерно двух лет как эти гранты европейских денег так и занятые средства ну мы подойдем к отметке где наш уровень газ долга но уже будет относительно близок к отметке к красной отметке в 60 процентов от внутреннего продукта который является уже таким чертой за которую переходить конечно можно но лучше семь раз подумать при тем как это сделать да вот если мы еще говорим о том как будет жить в следующем году экономика но это очевидно что транзит мы уже констатировали банковский сектор тоже понятно вот говоря о банковском секторе мы видим что в последние недели премьер потом уже и министр финансов даже министр обороны делаю такие очень странные заявления как будто они они все это принимали говорят ну вы знаете вот капитальный ремонт конечно все очень здорово но вот все таки как-то вот не очень хорошо в итоге все получилось банки там не управляют рисками надо было управлять рисками и вообще как-то вот что-то инвесторы разбежались непонятно почему вот это чем связано с тем что действительно они поняли что они погорячились ну расходящее в банковском секторе это вообще одна большая одна большая конечно фотосмагория то есть давайте я развожу пытаюсь так все вообще по полочкам на самом деле все достаточно просто то есть у нас ну примерно за последние 20 почти 30 лет была построена этот вот отрасль экспорт финансовых услуг то есть нужно по сути значило в основном то что те вас страны которые на востоке от нас те же и россия страны бывшего советского союза по тем или иным причинам богатые люди предпочитали свои капиталы выводить или переводить куда-то более на запад и где латвия на этом хорошо зарабатывала то есть фактически латвии удалось убедить этих людей здесь хранить хотя бы на время свой капитал и немало капитал то есть мы в лучшие времена мы говорили ну даже всего несколько лет назад у нас в любую в любое почти время было около более 12 миллиардов евро вот этих вот чужих так сказать нерезидентских денег на счетах то есть это все-таки значит о весьма высоком уровне доверия если нашей стране такие нашей банковской системе такие деньги были были доверены потом произошло скажем так похолодание отношений между америка и россии и востоком в целом да и под лозунгом борьбы с грязными деньгами началось фактически такое схлопывание данного бизнеса но и это можно сделать скажем если приперли к стенке настолько это можно сделать цивилизованно грубо говоря вам деньги доверили ну хорошо нам сказали то есть если нам больше невозможно по каким-то объективным причинам заниматься далее этим бизнесом но у деньги нужно отдать их владельцев ну так сохраним свое лицо и уважение к себе и репутации страны и так далее но то что здесь происходит не совершенно обратное то есть как еще что можно и не отдавать до словами одного адвоката наш какой-то красный террор а то и сожалению мы себя ведем как но я даже не хочу называть как таким очень нехорошим словом очень не цивилизованно так ну пошакальничай так несколько то есть начинаются ну фактически то есть принимается было принято законодательство согласно которому эти деньги можно арестовать вообще на основе просто подозрений никаких доказательств вот как бы вот представьте себе вы если мы это переведем на физических лиц вот вообще вы идете скажем по улице вам на встречу идет полицейский и как-то вот что-то ему вас не нравится и он вас арестовывает и садись в тюрьму на основе того что подозревает он вас подозревает и у вас есть там какое-то количество дней для того чтобы дать заслуживающее доверие доказательства что вы не преступник и вы никаких преступлений совершенно почему ему просто у вас лицо такое почему ему не надо доказывать даже что вы совершили какое-то преступление даже не надо описывать что где-то преступление было совершено просто возможно преступление было да то есть это вот то что происходит по сути финансы финансов в банковском секторе то есть вот представьте себе я думаю что можете себе представить что люди то есть серьезный бизнес который в какое-то время доверился доверил свои капиталы латвии что он теперь думает о нас о происходящем в нашей стране да ну это беспредел я думаю даже в россии или где-то там которые меня никогда не было ни в каких ни в 90-х нигде никогда не было такого беспредела который творится здесь в банковском секторе в отношении этих денег нерезидентов да то есть наша репутация страны и как таковая финансовое доверие думаю но угроблена на годы если не на десятилетия вперед да и похоже это начинает доходить и до власти мысль то есть от того что даже те же банки настолько запуганы что банки просто ну предпочитает не иметь дела ни с какими скажем так потенциально подозрительными лицами то есть им легче вообще счетки открывать и закрыть только чтобы ничего не случилось именно так то есть а потенциально подозрительные лица это значит все те которые ну имеют так или иначе какие-то транзакции какие-то сделки переводы с другими третьими странами особенно естественно странами которые не члены европейского союза на или нато или так да вот хорошо тогда возникает такой вопрос ну вот поговорили вот поговорили приняли вот заявление что вот это неправильно надо лучше управлять рисками но и законодательство как вы сказали вот в самом начале вот этой темы а банка уже принято от заявлений то ничего не поменяется вообще есть какие-то индикации что правящий собирается ну не знаю где-то подправить законодательство чтобы больше не было ситуации когда как вы сказали кто-то идет по улице полицейскому лицо не понравилось вот теперь доказывает что не преступник мы возвращаемся к началу нашего разговора к тому что я сказал то есть о том что вот полет страны поездка она контролируется или не контролируется если мы сравним курс страны куда она идет как правительство как всадник на больше автопилот не работает на коне или так далее да то есть как всадник управляет конем или знает куда он едет то о чем говорит происходящее этот бюджет так далее то что всадник не на коне он под конем то есть он где-то его конь куда-то тащит и эта ситуация она совсем не контролируется если мы посмотрим о том как принимается данное решение вот просто вам свежий пример то что происходит в сейме фактически происходило буквально пару дней назад то есть идут очередные поправки вот это вот капитального ремонта финансовой системы где суть поправок по сути заключается в том что следователям правоохранительным органам им из-за недостаточных зарплат недостатка людей так далее им тяжело расследовать финансовые какие-то возможные преступления или подозреваемые им тяжело разбираться в финансовых документах предприятий и они хотят при помощи закона сделать такую норму что так называемые присяжные ревиденты обязаны им их консультировать фактически по этому поводу да то есть если раньше присяжного ревидента можно было заставить раскрыть данные конфиденциальные данные о своем клиенте только решением суда то суть поправок они говорят вот от нас опять кто там или америка или еще кто-то требует что нужно так чтобы мы могли без санкции суда просто следователь мог вызвать присяжного ревидента и потребовать пояснение фактически пояснение не только отдать ему информацию но и консультацию мы просто дает о том что вообще происходит это предприятие то есть здесь если мы включим голову и подумаем о том что это вообще значит да то есть присяжные ревиденты на каждой стране есть закон с Lindsay Cobb если у вас фирма ревидент должен проводить эту ревизию регулярную да то есть он знает весьма много о вас да вашей компании если бы бизнес да не нужно обо всем доложить у бизнеса естественно у каждого есть секреты а то есть секреты коммерческие секреты да то есть там цоновая политика клиенты и так далее то есть какой-то серьезный международный бизнес, насколько он будет заинтересован работать в стране, где его секрет, его чувствительная коммерческая информация, где ее можно любой, у нас же легко завести уголовное дело, где следователь может на раз, два, три позвать присяжного ревидента и сказать, давай всю информацию об этом предприятии, они у нас сейчас подозревается, на них заведено уголовное дело. Вячеслав Добровский у нас в студии, буквально привемся на пару минут, не переключайтесь. Еще раз добрый день, Вячеслав Добровский на студии, вот мы прервались на этой абсурдной ситуации, которая действительно, но мягко говоря, не способствует ни притоку инвестиций, ни развитию бизнеса, ну я имею в виду то, что вы сейчас рассказывали об этих присяжных ревизорах, хорошо, может быть тогда такой, вообще, конечно, ничего хорошего, но вообще, если мы смотрим на то, на понимание парламентом тех вот проблем, которые реально существуют в экономике, я так понимаю, что вместо того, чтобы эти вот проблемы каким-то образом скрывать и решать, парламент занимается какими-то второстепенными вопросами, которые не очень-то вообще-то для Латвии сейчас актуальны. Ну, к сожалению, к сожалению, вы правы, ощущение действительно такое, что многие депутаты не видят слона, даже слонов, которые стоят с ними рядом, то есть, потому что если мы посмотрим вокруг на те, я бы сказал всегда, основные вещи, которые происходят со страной, которые могут иметь огромный негативный эффект, будут иметь огромный негативный эффект на многие годы вперед, то есть, мы говорим так же, как коллапс в транзитной отрасли, происходящее в финансовой отрасли, нынешний кризис в туристической отрасли, то есть, я бы сказал, в нормальной стране, само собой разумеющееся было бы, что это были бы основные вопросы работы и правительства, и парламента, да, по сравнению с которыми остальные вопросы, они должны были быть задвинуты на какой-то второй, третий или даже десятый план, но мы видим совершенно обратное, мы видим, что на передний план выдвигаются вопросы, которые являются, мягко говоря, второстепенными и, ладно, не хочу, может быть, даже те же партнерские отношения там и так далее, да, и возникает вопрос, ну, для чего это делается? Это какая-то попытка создать видимость того, что парламент активно работает, да, что, то есть, что-то, какие-то вопросы решаются, но это вопросы, они не те вопросы, которые являются вопросами действительно первой необходимости и особой важности. Я задам такой вопрос, который мне многие знакомые сейчас задают, смотря вот на эти показатели роста заболеваемости к ковидом, мы сейчас не будем медицинский аспект, вот экономический, и многие люди говорят, слушайте, ну, смотрите, сейчас у нас уже количество заболевших в сутки уже превышает намного весну, когда была чрезвычайная ситуация, да, казалось бы, логика подсказывает, что если тогда, когда было в день там 10-15 случаев, объявляя чрезвычайную ситуацию со всеми этими ограничениями, ее вводили, почему не вводится сейчас? Значит ли это, что просто правительство поняло, что у них даже больше нет возможности платить те минимальные пособия по простою, которые с такой помпой там раздавались, потом требуют обратно вернуть? Да, это хороший вопрос, тем более, что, ладно, если вы упомянули пособия, то они на самом деле раздавались, конечно, с помпой, но в минимальных размерах, то есть, их дали в разы меньше, чем это случилось в той же Эстонии и в Литве. Будем про Германию говорить, да. Но в целом, Мабик, ну, вы правы, конечно, на данный момент, да, ситуация действительно гораздо более серьезная, да, то есть, мы приближаемся к тому, ну, может быть, мы еще не настолько близки, да, но к тому, что встанет вопрос о том, а достаточно ли вообще, так называемых, койко-мест, то есть, интенсивной терапии с этими аппаратами для искусственного дыхания и так далее, то есть, если не ошибаюсь, их всего 200, около 200. Я могу ошибаться, да, то есть. Ну, 287, по-моему, да. Значит, ошибаюсь. Ну, в любом случае, то есть, если мы считаем грубо, что на каждые 100 случаев, ну, примерно, ну, 10%, даже 20, может быть, будут те, которые будут необходимы госпитализацией более тяжелой, да, то мы, в принципе, этой вот красной отметки мы можем достичь, мы можем достичь весьма быстро. Да, пару недель, если так дальше пойдем. Да, действительно, неясно, почему, когда это было весной, когда эти размеры этого были смиротворные, то есть, меры были сравнительно мягкие, но сейчас правительство идет гораздо, тем более, постепенным путем, да, то есть, ведутся эти странные споры насчет масок, повсеместно, неповсеместно, носить, не носить, да, но здесь, я считаю, ну, если решение о масках принято, да, то есть, даже оставляя в сторону о том, насколько это поможет, являясь правильным или неправильным, ну, законы необходимо исполнять в таком случае. Иначе зачем их принимать, да. Да, здесь, ну, как-то сказал мудрый человек, когда я приезжаю в чужую страну, я не спрашиваю, хорошие законы или плохие, я спрашиваю, исполняются ли они. Поэтому здесь, ну, происходящее, оно действительно, оно действительно странно и вызывает вопросы, и мы с своей стороны эти вопросы задаем, например, насчет тех же масок или платочков или так далее, да, то есть, ну, мы видим, что, мы видим, что и здесь правительство идет как-то, ну, нет уверенности, что оно контролирует ситуацию. Да. И еще один вопрос, который я просто не могу не задать, я думаю, в последние, ну, дни, недели я бы уже сказал вам, и тут часто нас задают вопрос журналисты и знакомые, избиратели. Что вы дальше намерены делать? Потому что, ну, наши радиослушатели, они политически подкованы, следя за событиями и, естественно, знают, что вы и Любовь Швейцова были исключены из партии согласия. Ну, госпожа Папула ушла сама, но, тем не менее, вы сейчас в статусе независимых депутатов. В одном из интервью вы сказали, что не исключаете возможность создания какой-то политической партии. И вот на каком вы сейчас этапе, о чем вы размышляете, что дальше планируете делать? Мы работаем над тем, то есть и я, и Любовь Швейцова, и Авиа Папула, мы работаем над тем, чтобы вместе с единомышленниками, и надо сказать, что единомышленников, как показало это время, очень много, мы работаем над тем, чтобы создать новое политическое движение. Но пока, я думаю, о более больших деталях говорить слишком рано. Ну, это будет какая-то, что касается, не знаю, идеологии или направления, это что-то будет больше к центру, к какой-то центристской, к левому флангу. Что вы вообще думаете, учитывая, ну, ваши предыдущие опыты? У меня, как всегда было, так и есть два основных приоритетов. То есть, первое, я считаю, что ключом, как к решению многих наших и социально-экономических проблем является амбициозный экономический рост. То есть, страна находится в очень серьезной экономической ситуации, и если этот экономический рост не будет достигнут, и он требует совершенно другого взгляда на экономическую политику, на стратегию развития как такового, то я думаю, что несколько лет и страна будет в очень серьезной проблеме. То есть, это первое. То есть, мы можем назвать это Балтийским Сингапуром, мы можем назвать это по-другому, но экономический рост – это первое. Второе – это понимание того, что ни одна ни страна, ни организация не способна и не может быть способна ни на какие серьезные достижения, если 40% ее населения, отчуждены. То есть, я говорю, естественно, о русскоязычном населении нашей страны. И негражданах. Да, и негражданах. То есть, 40% это неграждане, которые уже 30 лет отчуждены, и это отчуждение продолжается. То есть, моей целью является сломать, наконец, эти этнические стены и привести представительство русскоязычного населения к решению государственных проблем. Ясно, что для этого необходимы компромиссы по так называемому национальному вопросу, решение по вопросу русского образования, школ и так далее. То есть, я считаю, что это возможно. К сожалению, я не видел и не вижу в традиционном фаворите русскоязычных в партии согласия желание вообще выйти из оппозиции. Поэтому, я думаю, что здесь пришло время для новых стратегий, для новых тактик. Может быть, последний вопрос, он, наверное, в какой-то мере вытекает из предыдущего. Вы возглавляете комиссию долгосрочного развития, так, наверное, на русском языке это звучит. И вы в самом начале эфира сказали, что, ну, вот, может быть, правящие чуть-чуть, как это поверили сказать, голова у них закружилась от этих европейских денег, от этого европейского дождя, который у нас прольется. А есть ли вообще какие-то такие вот проекты, ну, не хочется слово мега употреблять, но какие-то стратегические проекты, на которые бы действительно, если эти деньги будут, можно было их потратить, ну, не просто освоить, а чтобы действительно с каким-то КПД. Да, знаете, во-первых, такие есть. Даже у Министерства экономического, у Министерства экономики за последние пару лет появилось достаточно интересное, скажем, новое мышление, стратегия о том, что нужно делать с индустриальной политикой, но парадокс в том, что тоже правительство им для этого не дает денег. То есть, у нас, например, совсем недавно мы рассмотрели стратегию индустриальной политики, нам она понравилась, мы ее всячески поддержали. Тут нам приходит письмо от шести ассоциаций экспортеров, где основные индустрии нашей страны в этом письме, ну, очень такое драматическое, скажем, острое письмо, которое фактически говорит, ну, постойте, от нас просят увеличить экспорт за семь лет на 50%, но для этого правительство не дает никаких фактически денег. То есть, где, например, на бумаге написаны инвестиции в человеческие ресурсы, а на деле это социальные пособия, да, или что-то в этом роде. Так что это одна проблема, да, то есть то, что у правительства, но, к сожалению, оно не видит экономическое развитие как какой-то серьезный приоритет. Очевидно, превалирует мышление, что пока есть деньги, которые можно занять, пока есть деньги, которые дает Европа, так или иначе, экономическое развитие собственной страны является чем-то второстепенным. Если конкретно по проектам, мы, то есть, я вижу так называемый экспорт высшего образования, то есть, ну, грубо говоря, привлечение сюда иностранных студентов, то есть ситуация, где у нас население падает, да, то есть мы не инвесторам никак, мы не интересны, потому что у нас постоянно падает рабочая сила. Чтобы решить эту проблему, нам необходимо привлекать иностранных студентов, ну, конечно, в первую очередь, кто к нам поедет, это из стран того же Востока, из России, Украины, Белоруссии и так далее. То есть мы работали над, то есть у нас были ряд заседаний по так называемому экспорту высшего образования, да, то есть по которому комиссия решила даже направить письмо премьеру с просьбой, ну, все-таки уделить этой теме какое-то более большое внимание. Мы также планируем вовлечь, начать большую дискуссию после принятия бюджета в этом году, то есть мы попросили Банк Латвии, Центральный банк, то есть начать инициировать дискуссию, то есть большую дискуссию вообще о экономическом развитии страны. Потому что, ну, даже уже многие мои коллеги и коллеги из правящих партий уже заметили, я думаю, не могли не заметить, что если мы посмотрим на то, что происходит в Европейском Союзе, например, такая страна, как Румыния, была долгое время ниже Латвии по своему развитию. Да, Румыния и Болгария. Да, Румыния и Болгария, да. То есть мы видим, что осталась только Болгария, и то тоже так. Румыния нас уже догнала и фактически перегнала, да. Мы видим даже в наших ближайших соседях, если раньше мы отставали только от Эстонии, мы еще отстаем и от Эстонии, и от Литвы. И значительно отстаем. То есть эта разница в внутренний влой продукт на душу населения, она уже 20%. Такого не было раньше. Это уже большой отрыв. То есть даже коллегам из правящих партий, которые публично, конечно, не хотят и не признают это, но нельзя не заметить, что они видят, все-таки не могут не заметить это происходящее вокруг, нашу экономическую отсталость. По крайней мере, в клуарах об этом и не говорят, да? Ну, как раз-таки в клуарах и говорят. Не все, но говорят. Да. Ну что ж, будем надеяться, что как-то все-таки ситуация начнет выправляться. Я уже не знаю, возможно ли это в условиях пандемии. Вячеслав Домборский у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо.